Спутниковый интернет от Илона Маска, высокоскоростные оптоволоконные сети и технология 5G. Новый министр цифрового развития сегодня делился оптимистичными планами по избавлению страны от мертвых зон распространения сигнала. Все это выглядело вполне убедительно. Ровно до того момента, пока во время заседания правительства не произошла техническая неполадка. С одним из участников пропала связь. Глава Кабмина не мог это не прокомментировать. Как все было и когда наконец во всех селах и городах Казахстана появится нормальная интернет-связь, расскажет Анна Абрамова. Во время сегодняшнего заседания правительства министр цифрового развития признал и наличие так называемых белых пятен даже в крупных городах, и отсутствие инфраструктуры для подключения к интернету в селах. А еще рассказал о том, что его ведомства и частные поставщики услуг намерены делать, чтобы решить проблемы. Речь шла, к примеру, о доведении оптических линий связи через механизм государственно-частного партнерства до 3000 аулов. Таким образом, в министерстве надеются обеспечить интернетом почти 2,5 миллиона сельчан. Что же касается городов, то в Минцифры предлагают Акиматам изменить генпланы, в которых нужно предусмотреть места для размещения базовых станций распространения сигнала. А еще собираются создать цифровую карту телекоммуникаций. Она должна отображать информацию о доведении интернета до той или иной точки. Кроме этого, дать возможность самим пользователям сообщать о тех самых белых пятнах, то есть зонах, где подключения к сети отсутствует. Я обещаю, что мы будем стараться, чтобы эти белые пятна максимально быстро исчезли, и чтобы новые не появлялись, для чего были системные меры приняты. И я хочу вовлечь, наоборот, как можно больше людей, чтобы контролировали и были больше вовлечены в этот процесс. Это местные исполнительные органы, это общественность. Впрочем, пока население по-прежнему продолжает жаловаться на качество связи, а по данным премьер-министра с начала нынешнего года таких обращений было уже около 11 тысяч, новый министр цифрового развития доложил главе Кабмина о сравнительных успехах Казахстана по достижению средней скорости интернета. Жаслан Мадиев сообщил, что по данным рейтинга спид-тест Окла, наша страна по этому показателю занимает 66 место, обгоняя Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Но едва глава Минцифры закончил свою речь, а Улжа Азбектенов решил поговорить с одним из акимов, интернет завис. Ситуацию, конечно, исправили и продолжили обсуждать то, как в регионах будут повышать качество связей и доступ к интернету. К примеру, сегодня выяснилось, что подключение к Старлинку планируют использовать не только в отдаленных районных школах, но и в работе МЧС во время чрезвычайных ситуаций. А еще Минцифры предлагает Министерству здравоохранения пересмотреть нормативы допустимого уровня радиосигнала, не влияющего на здоровье населения. Все это для того, чтобы базовые станции, распространяющие интернет, можно было устанавливать на крышах жилых домов без лишних согласований и бюрократической волокиты. Анна Абрамова, Асылхан Саминбетов, Столичное бюро КТК.